Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 10. Вопрос 2350. В деле объединения о русской церкви большую роль сыграл архиепископ Берлинский Марк. «В духовном плане, что он за человек?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я с ним не встречался, но согласно всего, что о нем пишут и читая его интервью, можно безошибочно определить, что он не из команды Павла Торсянина, не сопровождал Христа при беседе его с Никодимом. «Язык Марка сугубо окрашен духом мира сего. Нигде и ни разу я не смог увидеть в нем рожденного свыше человека, любящего Слово Божие, имеющего духовное прозрение в будущее, что несут его действия для людей и как он за все будет отвечать перед Судом Божьим». Цитата «Я в своей жизни встречался со множеством президентов разных стран и должен сказать, что ни разу не чувствовал себя настолько свободно, как в общении с российским президентом, которого я воспринимаю как человека открытого, способного и желающего вникать в суть проблем», – сказал в частности архиепископы Берлинский и германский Марк. «Одновременно у меня сложилось впечатление, что это человек верующий. В его лице я встретился с русским православным человеком, и это для меня было очень важно. Мог бы желать многим странам такого президента. По словам архиепископа, встречу с президентом Российской Федерации можно рассматривать как основу для более плодотворных действий, которые в конечном итоге могут привести к единству разрозненных ныне русской православной церкви за границей и русской православной церкви московского патриархата». «Наша задача в нынешней обстановке, несомненно, заключается в том, чтобы преодолеть препятствия к сближению, найти общий язык и общий путь», – сказал владыка Марк. «По его признанию, основная часть верующих давно мечтают о нормальных отношениях между двумя частями русской церкви». «Президент – очень сильный человек», – подчеркнул в свою очередь протеерей Петр Холодный, казначей синода РПЦЗ. «Видно, что он вник в суть вопроса, о котором разговаривал. Видно также, что он верующий человек и действительно русский патриот». Нью-Йорк и Тартас Радонеж. 1 Иоанна 4, 5, 6 «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». «Считать Путина верующим человеком, христианином, может уж только совсем отъявленный, прожженный лицемер или совершенно слепой из детства человек. Путин не должен даже порог храма переступать за его дела, за нарушение массы соборных канонов, за возжигание светильников в синагоге». 1 Иоанна 4, 1 «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 2 Тимофею 3, 13 «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Иеремии 29, 9 «Ложно пророчествуют они вам именем Моим. Я не посылал их, говорит Господь». Ивангелие от Луки 21, 8 «Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». Ивангелие от Матфея 7, 15 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Притча 14, 15 «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Откровение 2, 2 «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Римлянам 16, 18 «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Цитата Лавровский Синод замалчивает свои темные делишки о сдаче паствы РПЦЗ товарищу Дроздову, также известному как Патриарх Алексий II. То невозможно сказать, воспользовались ли они этим милостивым приглашением, но КГБ, как известно, настойчиво в достижении своей 80-летней цели – разрушении русской православной церкви за границей. Поэтому Владимир Путин, проездом, будучи в Нью-Йорке, решил ускорить процесс, цитата, «желанного сближения» и заодно поставить «незадачливых лавровцев» на место. Цитата «Свистнул» «И лавровцы, как пресловутые маленькие собачки, побежали на зов хозяина в генконсульство». Не нужно быть особо сведущим в дипломатическом этикете, чтобы понять, что вызов первоиерарха в генконсульство показывает, что цена ему невысока. В противном случае Владимир Путин между посещениями нью-йоркских пожарных матчей детских бейсбольных команд, ужином с Генри Киссинджером, частным лицом примечания редакции и прочими улучил бы минутку для посещения синода, расположенного в нескольких кварталах от генконсульства. Но всем своим предательским поведением лавровцы ясно показали, что чувства собственного достоинства у них начисто отсутствует. Символично, что он подарил Владимиру Путину икону новомученикцы Елизаветы, замученной в Алапаевске основоположниками ЧК, то есть как раз той организации, служить в которой так стремился и добился Владимир Путин. В течение последних трех лет представители РПЦЗ Лавра всячески отнековались от того, что имеет место некое общение с Московской Патриархией. Таким образом, это признание является признанием своей лжи за все это время. По-видимому, увидев, что их паства никак не отреагировала на факт евхаристического объединения с МП, открыто провозглашенного в мае 2003 года, Лавровское священно-началие полностью обнаглело и решило действовать на пролом. Встреча эта, наверное, сыграет ту же роль, что и встреча товарища Сталина с митрополитом Сергием и тремя уцелевшими митрополитами в сентябре 1943 года. В результате той встречи на свет появилось то, что сегодня именуется Московской Патриархией. Результатом путинской инициативы станет, по-видимому, некий уродливый гибрид из остатков белоэмигрантской церкви и торжествующей МП. Мой разум расчленяет все вокруг. Он препарирует, процеживает ситом, какие качества во всех, кто враг, кто друг, от ядовитых змей до львов и до москитов. Одним и тем же именем зовутся то Бог Всесильный, а то Его противник. Лев из Иудина колена – это об Иисусе. Лев – рыкающий дьявол, а ты нють не на картинке. В змеиной мудрости – спасенье нашей веры, а в ядовитости – суть дьявольской гордыни. Мой разум просвещенный распахивает двери и не одну, а две. Так к злу, а это явно, что к святыне. И на одном колу то эшафот, то свадьба полезная и жуткая до смерти. Подать бы милостыню, можно и украсть бы. Такую мысль мне подает наперсток. Неописуемый отряд учителей Кучкуется, теснится, окружает В жилищах, в воздухе, в воде и на земле, В зверье и в птицах Тайные скрижали. Учусь зарю предвидеть по приметам, В душе рассвет благодарения чтить, За дерево сухое им не быть согретым, Жар испытания не раз протрет очки. Соприкоснущное кричит и шелестит, И учит прямо под ногами Изъеденные дерева листки Не так ли душу скверно испоганил? Мой бог, творец, ты даровал мне разум, Магистров богословия бездушных, Чтоб отличать умел живое от заразы, Во всем хотя бы что-то обрести, Что нужно. Рассматривая след пожара, Катастрофы, Примеривая к уголькам посмертным, Мелькают кадры, То в анфас, то в профиль, Спасенье много ближе К ученикам усердным. 30 июля 2004 год Игнатий Лапкин